И снова всех приветствую, добрался я до бара. Так, у нас есть задание отнести документы бармену. И смотрите, какую замечательную вещь встречает нас бар. Так, что здесь? Удержу любой ценой. Ты кто? Так, сержант Китценко. Чем я могу тебе помочь? Так, ладно, это все непонятно. Давайте продадим ему ненужные арты. Давай энергетик и современный детектор, улучшенный детектор. Есть еще деньги, да, вот там этот. Этот не хочет брать, простой детектор аномалий. Хорошо. Крот 2304-2011. Так, и что, нам нужно отыскать бармена. Где у нас бармен? Нужно отдать ему документы. И надеюсь, за это будет хорошая награда. Так, вход заставлен контейнером. Наверное, здесь есть путь. Так, мужик, пусти меня. Пусти, говорю. Да, вы нашли вход. Давай, давай. Подходи. Ты не можешь туда войти, да? Это пока. Так, где бармен? Бармен. Есть что-то для меня? Да, насчет крысолового. Помог я ему вот здесь алиби заставит военным его снять с ключка. Отлично. Быстро, чисто, все сработано. Так. Это, очевидно, еще стрелка не так. Как насчет еще, чтобы на нас немного поработать? Ведь никогда не знаешь, что может быть. Точно. Давай только без самоубийственных заданий. Я понятно выражаюсь. Хорошо, сталкер. Тогда у меня есть для тебя задание. Риск довольно серьезный. Так как... Ну, тут уж как захочешь. Есть тут одни ребята в темной долине. У старых конюшен. Им нужно помочь разобраться с местными сектантами, отморозками из Монолитая. А этих там хоть одни места мешают. Но ни бандюкам, ни фанатикам наших ребят убить не удалось. Значит, они что-то наверняка в своем деле понимают. Ты уже, может, и знаешь, Рассидоровичем пересекался, что мы с торговцами заинтересованы в том, чтобы узнать дорогу на Припяти и ЧАЭС. Мимо этого жуткого выжигателя мозгов. Говорят, кроме одного мифического героя, так называемого проводника, никто там ни разу не бывал. Кто побывал, уже не расскажет никому. В темной долине есть что-то связанное с лабораториями. Очевидно, что так. Вероятнее всего, монолитовцы захватили лабораторию под свой контроль. Я об этом не так уж и в курсе. Лучше всего знает полковник Петренко. Пойди поговори с ним, он в задней комнате. Он глубоко заинтересован в подобного рода исследованиях. В основном потому, что она может привести к этим грешникам, которых он так ненавидит. Грешники это грех, который мы не убили, я так понимаю. Так, давай все сюда. Продам лишние арты бармену. Батареечки для Ютьюба. Так, антиродина. Все, давай, дроби. Понадобится. Так, ты кто? А, это квест у него на обрез. Даже не буду брать. Тайничок. Это что за голос такой гомосячий? Ты говоришь гомосячим голосом? Или ты? Байду. Хорошо. Оставь мне покой, ладно. Пойдем пообщаемся с полковником. Спокойно, да. Здесь теперь долг стоит. Привет. Ты полковник, не так ли? Значит, так и есть. Тот мужик, которому Сидорович голову морочит. Да, еще и прими комнату с грузовика смерти. Как мило. Моя фамилия Петренко. Полковник долг. Замкомандир генерала Воронина. Рад знакомству, сталкер. Я тоже рад. Что там за дела в темной долине? Попросту говоря, нам тут одни сталкеры рассказывают интригующие вещи об активности монолитовцев. Видимо, под их базой находится лаборатория Х-18. Я не знаю, что конкретно там захоронено, но и монолитовцы тоже не знают. Они ее пока не могут открыть, а может и не хотят. Информация довольно обрывочная. Вам нужно внутрь? Именно, что бы там ни находилось в этих лабораториях, оно привлечет грех. Убоящий этих проклятых. Отправляясь к старым конюшнам, там ребята составили довольно серьезный план. Принеси все, что сможешь накопать, и я тебя щедро вознагражу. Любая крупица информации, какой бы она была мелкой, может быть жизненно важной. Да ну, по мне так сколько зеленая. Да ты только подумай, тогдашние старые эксперименты проводились довольно всесторонне и могли послужить основой для новых. Такого рода информация, это прекрасный козырь в луках долга. И при переговорах грех точно объявится, чтобы забрать ее. Хорошо, пойду встречусь с ними, поговорим позже. Грех, долг, я какое отношение к этому имею? Зачем мне туда лезть? Пока непонятно. Посмотрим. Да, кстати, смотрите, документы военных исчезли. А где вознаграждение? Бармен. Странно. Как бы то ни было, нам нужно в темную долину. Встретиться с контактом Петренко. Хорошо. Темная долина, так темная долина. Продолжим там. Так, еще один. Кстати, заметил здесь. Оружие довольно-таки убойное. Да, смотрите, как красиво, симпатично все это. Березки, да, выглядят? Шикарно. Так, что за ребята здесь в старой конюшне? Сталкеры или долг? Нет, простые сталкеры. А почему не долг? Ты кто такой, что тебе нужно? Меченый? Я от Петренко и Бермена. Тот самый, значит. Смотри сюда, дружище. Монолит устроил себе лагерь на фабрике. Дальше по дороге в центре долины. Под ней Х-18 запечатанная. Давно уже после катастрофки 2006 года. Я не уверен, но похоже на то, что они даже сами не знают, как в нее попасть. Так как же в нее пробраться? Ну, нужно собрать информацию об этих фанатиках на месте. Единственные возможные обладатели ноу-хау по вскрытию лаборатории. Короче говоря, можно само их существование подставить под сомнение. Так что надеяться на них не стоит. Выходит безнадежная затея. Не так уж легко просочиться к монолитовцам. Точно, но у меня есть план. У монолитовцев перемирие с бандитами. И только по особому паролю последние могут проходить на базу монолитовцев. Но пароль регулярно меняют, так что долго дурить их не получится. Мой план таков. Найдешь черную кожанку, такую как бандиты носят. И узнаешь у одного из них пароль. Вроде как не сложно. Обманом пробираешься на базу к фанатикам и находишь проход в Х-18. Я кое-что запланировал, когда ты будешь внутри. Бандиты в лица не всматриваются, так что в их прикиде можешь смело считать, что ты уже на их базе. Самое главное никого не подстрелить и не особо светиться. Добро. Спасибо. Посмотрим, что у меня выйдет. Где можно найти бандитский прикид? Я так думаю, бармена либо можешь найти у старого входа, который бандиты когда-то использовали. Я слышал во время взрыва, там многие померли, может какой-то из костюмов еще можно нацепить. Я отмечу, это место у тебя на карте. Хорошо. Значит, задание найти куртку бандита, а это пьяный бандит. Скорее всего, именно у него мы узнаем пароль одноразовый. Чтобы попасть на базу монолита, под которой находится Х-18. Перемирие монолита и бандитов, это бред вообще. Как бы то ни было, я не стал возвращаться в бар. Побегал немного и нашел этот самый туннель, метку на который должен был скинуть сталкер. Но метки не было никакой. Пришлось пробежаться. Если это этот проход, то что нам нужно, то здесь должна быть куртка бандита. Который поможет нам разузнать одноразовый пароль. Да, вот и куртка. Отлично. Осталось только выбраться отсюда. Так. Кровосос. Стоит тебя убить. Все, ушел. Да, оружие здесь статьи убойное вообще. Надо выбираться отсюда. Перемирие бандитов и монолита. Монолиту вообще на все насрать. Не сваля. Высшая цель. Защита. Монолита. Этого самого. От всяких посягательств. Извне. И кровосос. Нет, пожалуй, я убегу. Да, думаю, смело можно надевать куртку. Да, задание выполнено. Найти бандитский костюм. Можно смело отправляться на базу. А на базе, как помню, метка. На пьяного бандюка. Который должен выдать нам одноразовый пароль. Для входа на базу монолита. Какой дешевый энергетик у тебя. Возьмем. Так, ты где? Ты? Нет, не он. За стенкой. Так, здесь нет прохода. Да, мне надо вот туда, к забору. Попробую там спуститься. А нет, если я там спущусь, тогда я вообще окажусь за забором. Нужно вернуться. И попробовать пройти через базу. Тем более, да, мы в костюме. Не должны вызвать никаких подозрений. Как здесь у вас мило. В кавычках. Да, вон шатается. Здорово, как тебе вечерочек? Так, все четко, чувак. А Санта как? Водочка, водочка. Со счета сбился. Так, давай выпьем, браток. Так, базар есть, братуха. Давай забухаем. Так. Индейки монолитовцы обдолбанные. Да, на всю голову обдолбанный монолит. Пароль меняется каждую неделю, который нам и нужен. Который нам и нужен. Куча параноиков они. Неужели придется водку еще ему искать? Чики-брики. Я лог такой. Типично бандитский. Так, малеха есть у нас водочка. Да, не помню. Давай выпьем за твою забывчивость. А то наливай. Да, наливай. Забыл такое ржачное слово, как кобзда. Кобзда, да. Точно, спасибо, братуха. Да, все, мы узнали пароль. Так, можно смело идти к монолиту. Стреться с монолитовским информатором. Хорошо. Прямо сейчас отправимся. Не задерживаясь. Надеюсь, монолит не будет нас стрелять. Хотя, повторю, это бред. Монолиты-бандиты. Кстати, заметьте, все локации увеличились. То есть, более-таки, знаете, объемные стали. И в баре у нас был диалог на покупку транспорта. Я пробовал покупать, но пишет то, что недостаточно денег, средств. Ну, впереди, я думаю, у нас еще. Так, потерялся я. Все впереди. Еще купим. Да, правильно иду. Увеличились локации. И тут понадобится автотранспорт. Для более быстрого перемещения. Вон на крыше, смотрите, сидит. Настроены они ко мне нейтрально. Это радует. Нужно найти вход в Х-18 по основному заданию. Так, стой. Не стреляй. У нас есть пароль. Ленька. Что за пароль? Ну, капс, да, на самом деле написано. Спасибо тебе, брат. Вот я про это и говорю. Зачем Монолиту какие-то бандиты? Они у нас в своей волне. Так, встретиться с информатором. Да, смотрите, вообще локация. Не локация, а объект вообще новый. Переработанный. Также продолжает висеть стрелка у нас. На ней игропром не выполняется задание. По защите сталкеров от военных. И его не отменить никак нельзя. И оно не засчитывается ни как проваленное, ни как выполненное. Как здесь все запутано. Наверх нужно подниматься. Хорошо. Так, опять застрял я. Иди, мужик. Давай, давай. Иди выполняй свои дела монолитские. Посиди там. Покрути головой. Нормально. Приветствую соседа. Чем могу тебе помочь? Ты тот самый, не так ли? Прости, но я тебя не помню. Будьте добры, повтори. Ну, ты в очень плохую ситуацию встрял недавно. Очевидно, чуть не накрылся. Мне о тебе приятель рассказывал. А это? Это по какой причине ты, мил человек, вообще упомянул об этом? И да, я тоже пока не понимаю. Я ищу информацию об Икс-18. Типа, что он должен нам? Доступ к ней есть только у служителей культа. Но тот добрый человек спас мне жизнь, поэтому я должен. Я опекусь единственно о своей чести, помимо великого монолита. Ну что ж, я знаю, где тебе раздобыть это знание. В кабинете нашего командира. На полке в зашифрованном журнале. Мы смогли расшифровать лишь некоторые места. И я истинно убежен, что мы попусту тратим время на подобное. Мы должны обращать свою веру, а не углубляться в непостижимое. Так что если журнал исчезнет, я и слезы не пролью. А рыдать так и вообще не стану. Но ведь я не смогу так просто заявиться туда и забрать его. Я возьмусь занять командира, чтобы ты в этот момент смог получить журнал. Но мне нужна страховка. Полторы тысячи рублей должно быть достаточно. Ну тогда я должен приняться за них. Прощай. Хорошо, прощай. Да, как я и говорил, сам монолит говорит, что они занимаются не тем. Им нужно людей свою веру, как бы, да? Хотя, смотрите, монолит взял полторы тысячи рублей за то, чтобы отвлечь на себя внимание командира, чтобы мы смогли проникнуть и забрать этот журнал. Какие-то неправильные монолитовцы. Им все равно на деньги и найти журналы, как бы, должно быть, по сути. Ладно, давайте пробовать искать журнал. Журнал где-то должен быть рядом. Так, смотрим по карте. Так, нет. Вот за стеклом какой-то кабинет. Кабинет командира. Который должен был отойти. Да, все, выполнено. Всего? Так, найти транспорт. Топ секрет. Совершенно секретно. Появляется здание найти транспорт. Что случилось? И найти транспорт и уйти от атаки, ну, сбежать за ворота. Локации, да. А кто напал? Военные, что ли? Смотрите, там перестрелка. Монолитовцы уже легли. Так, попробую здесь выбраться, потому что вижу внизу Ниву. Так, как дверь открыть? Стандартная кнопка не работает. Да, надо зажимать и тянуть. Хорошо. Так, зажигание я настроил. Выбраться. Ну, уйти от атаки. Появляется задание. Да, все есть. Нива на ходу. Вот и наша первая машина. Наш первый транспорт. Давайте смываться. Так, кто-то палит. Это вертолет, что ли? Двери закрывайтесь. Не хотят. Так, вылетел я немного. Да, и игра вылетела. Вот и за мной зашел. Так, тут еще и мутанты. Выбраться за ворот. Да, вижу, где это. Надо чуть-чуть развернуться. Что-то я потерялся. Смотрите, вертолет заходит на очередную атаку. Ладно, ребята, я думаю, на этом напряженном моменте закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр. Всем пока.